Миф о том, что женщине не место за рулем развеяли в Таразе. Там практические навыки представительниц прекрасного пола проверили в конкурсе. И как убедились мужчины, женщины Тараза, железного коня, могут не только с легкостью остановить. Многие умеют и подкову заменить. Моя коллега Анастасия Сулейманова вместе с участницами вспоминала, куда нужно ставить домкрат. Шесть женщин разных профессий. Объединяет их одно умение мастерски водить автомобиль. По этому конкурсу автолези проявили большой интерес. Пусть такие конкурсы будут часто проводиться, чтобы не нарушать дорожные правила. Самое тяжелое, ну вот колесо поменять, честно, это самое тяжелое было для меня. Победу в конкурсе одержала Асиль Раскулова, хотя водительский стаж у нее всего два с половиной года. Всем участницам вручили подарки. Показали очень хорошее практическое вождение. Показали, что можно доверять девушкам за рулем. Конкурс в Таразе провели впервые. Как выяснилось, представительницы прекрасной половины водят машину ничуть не хуже мужчин. Это уже не первый год доказывает 81-летняя Кульбарам Султанова. На всякие машины ездила. А когда мне третий класс был, авто ездила, семь лет людей возила. Просто горжусь, что шофером стала. Таразские девушки-водители иных мужчин. Участвовали в конкурсе наверняка бы обошли. Впрочем, нет предела совершенству. Останавливаться на достигнутом водительницы не собираются. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслана Хотела. Итоги дня. Тараз.